Здарова народ, вы на канале Плаза Псков и на данный момент времени я занимаюсь монтажиком одного из поездок на плитушки. Видео должно быть интересным, ведь это мой первый опыт коммерческой, в кавычках больших коммерческой съемки. Поэтому было решено сделать его в формате видеобложика. Монтаж будет долгим, но в одном месте я захотел применить один эффект, который в кинематографии известен еще с 1958 года, если мне не изменяет память. Да, я очень старый. Эффект выглядит так. И называется Dolly Zoom. Попутно решил показать и рассказать, что, как и почему, и научить вас повторять его. К тому же, новый DJI Mavic научили делать этот эффект. И я подумал, почему бы и нам его не использовать. К тому же, делается он безумно просто. Каждый из вас повторит его прямо сейчас с любым видео, в любой программе, без всяких плагинов. Тут нам могут пригодиться 4К камеры. Однако, я понимаю, что далеко не у всех они есть, поэтому я тоже не буду показывать все на 4К видео, хватит и Full HD, однако 4К приветствуется. Прошу не забывать, что дешевые камеры, которые обещают 4К, на самом деле снимают Full HD и растягивают видео до 4К. Так что, если у вас недорогая камера, то переключать ее в 4К для получения эффекта не имеет смысла. В описании вы найдете камеру, на которую я снимал, она умеет выдавать хорошее 4К видео, но повторюсь, я не снимаю в 4К. И пример будет с использованием Full HD видео. Погнали! Я буду юзать премьер, вы можете юзать что хотите, разницы никакой. В далекие 50-е, чтобы достичь такого эффекта, камеру устанавливали на тележку и катали ее на объект съемки. Или наоборот, откатывали от него. Параллельно с этим движением делали компенсацию при помощи зума камеры. Таким образом, чтобы размер объекта съемки в кадре оставался неизменным. То есть, одновременно едут на тележке и делают отъезд зумом. Либо наоборот, отъезжают от объекта на тележке и наезжают зумом. Эффект используется до сих пор даже в мультфильмах. В общем, вы можете заметить его практически везде. Эти увеличивающиеся коридоры, либо когда пытаются подчеркнуть смятение главного героя. Да пофиг, давайте начнем. Тележка нам не понадобится, это прошлый век. Вместо тележек юзаем квадрокоптеры. Они достаточно плавно летают, погнали! Берем подходящий отрезок видео, где есть плавный наезд или отъезд. И работаем с ним. Если это наезд, видео стоит увеличить изначально, чтобы мы могли сделать компенсацию наезда уменьшением видео. Если это отъезд, тогда у нас все нормально. И по мере отъезда нам нужно просто увеличивать картинку. Ставим правильные ключевые кадры в начале и в конце. Я стараюсь в случае с Full HD не превышать значение в 50% по масштабу. Хотя и 50% это, конечно, перебор. Тем не менее, давайте посмотрим, что получилось. В общем, как-то так. Эффект достигнут. Хорошо, плохо, качественно? Нет, вопрос пятый. Важно, что теперь у вас в арсенале есть фишка, с помощью которой вы можете разнообразить свои ролики. Быть оригинальными в своих решениях, делать ролики неповторимыми. Я желаю вам в этом нелегком деле удачи. Будьте везде первыми, не забывайте глянуть описание. На этом у меня все. Успехов вам и до скорого. Продолжение следует...